Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам настроения и удачных вам боёв! Сегодня у нас обзорчик на Дракулу. Я тут зашёл поиграть на аккаунт друга, посмотреть, что за танк такой. Я был просто в шоке. Танк просто очень хорош. Он сейчас вот в таком розыгрыше есть, здесь можно его получить. Ну, надо потратиться либо хорошенечко голдишкой, либо быть очень удачливым, чтобы его вытянуть. Но многие повытягивались. Сегодня покатаемся, потестируем танк и я расскажу вам, почему же он так хорош. Берём чуек печеньки и поехали! Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Будет ещё много интересного, стараюсь максимально полезные, интересные видосики делать для вас, ребят. Первое, что хотелось бы рассказать про Дракулу, это то, что подвижность у него просто какая-то космическая. Он перемещается по карте со скоростью звука. Максимальная скорость аж 65 км в час. При его маленьком весе в 33 тонны ему дали, ну, супермощный двигатель в 1300 лошадиных сил. Дракула куда подвижнее, чем многие лёгкие танки, не говоря уже о средних. Так что появиться у мягкой задней части какого-то противника абсолютно не составит труда. Очень советую выискивать на карте одиноких ПТ и тяжей и ехать их разбирать. Эта тактика Дракуле очень подходит. Также очень удобно отвлекать врагов для того, чтобы по ним стреляли ваши союзники. И если приловчиться, то можно быстро высовываться из-за препятствия, стрелять во врага и закатываться обратно, пока противник не успел ничего сделать. Мы уже сражаемся здесь в очень серьёзной зарубе. Я подумываю, что делать дальше. Смотрю на СТ-шке, там у нас тоже идёт заруба. И надо ехать, просто ехать, именно от подвижности играть. Смотрите, одинокий Тигр, мы просто едем и добираем его. Вот такая тактика очень подходит Дракуле. Реально, выискивайте обязательно каких-то одиноких врагов. Также, как видите, я реально стараюсь отвлекать противников, заходя к ним с флангов, именно с задних частей каких-то, чтобы можно было постреливать с других сторон. Отвлекаю на себя их, так сказать, чтобы противники реально давали по ним дамаг. Реально, заехать, ну, именно с другой стороны, как-то удивить противника не составляет абсолютно никакого труда с подвижностью. Всё, ну, мега хорошо. Мы уже здесь, как бы, сейчас будем добирать кваса. Отлично добираем. Остается АТ-8. Сейчас попробуем объехать его быстренько. Не успеваю. Да, и даёт по мне шотик. Забираем мы его. Отлично. Так, ну, на том фланге у нас всё довольно-таки плохо. Ребята пока не целятся в меня. Нет, уже прицелились. Забираем ВК. Отлично. И едем дальше. Танк очень часто критует. Вы должны это понимать. Обязательно возите с собой какие-то ремки, аптечки, чтобы можно было реально чиниться в бою. Как на ходу стреляем хорошо. У танка очень хорошая стабилизация. Действительно, это помогает. Басилиска пробиваем. Ну и нас пробивает в ответ. Брони очень мало. Очень мало брони. Обязательно сегодня покажу вам в тренировочной комнате. Танк часто пробивается фугасами. Это тоже важно понимать. Так, мы пытаемся развести как-то Басилиска. На выстрел стараюсь не подставляться. ХП уже очень мало. Но, к сожалению, не попадаю ещё раз в Басилиска. Т-25 уже катит на нас. Жду своих союзников хоть как-то. Стреляю по Т-25. Попадаю в гусеницу. Это просто, блин, обидно. Очень получается. Так, надо ещё попытаться отстреляться. УВНы позволяют. Минус 10 градусов. Всё с этим очень хорошо. Нам нужен этот фраг. Отлично. Добираем Т-25. Басилиска не успевает ничего сообразить. Даже отстреляться по нам. Сейчас попытаюсь ещё по нему, так сказать, пострелять. Эх, не получается. Но он ставит нас на гуслю. Тоже отлично. Блин, у нас уже 6 фрагов. И сейчас может быть героев рассиняя. Да, отлично. Мы забираем эту медаль. И забираем полностью всю команду. Вот такой Дракула у нас. Просто невероятно шикарный бой. Медаль героев рассиняя. Я убил просто всю команду. 2 800 дамага. Это мастер. Это просто какие-то невероятные приколы. Ребят, ну, можете поздравить меня с очередным рассиняем. Ну, вот такой вот Дракула. Я очень доволен этим танком. Действительно, он очень хорош. Я считаю, что это просто заслуженный лайк. Вообще, у Дракулы действительно много плюсов. Помимо отличной подвижности, которая позволяет занимать ключевые точки в начале боя, ему дали еще и шикарные углы наводки в минус 10 градусов. В угристой местности он чувствует себя просто великолепно и может постреливать за всякие холмы очень уверенно. Также ему дали хороший урон за выстрел в 225 единиц, что позволяет больновато бежать противников и перестреливаться с некоторыми по Альфе. Ну и стабилизация орудия Дракулы тоже заслуживает отдельной похвалы. Она очень хорошо компенсирует плоховатое сведение и не сильно хорошую точность. В совокупности все эти параметры позволяют быстренько выехать из-за какого-то препятствия, дать шот по врагу так, чтобы он не успел даже ничего сделать в ответ. И теперь мы можем просто взять, развернуться и уехать абсолютно на другой фланг. Ничего нам не мешает, наша подвижность позволяет сделать это абсолютно беспрепятственно. Я решаю поехать помочь своим тяжам, потому что там они вроде как не сильно-то исправляются, немножечко уже им настреляли. Хочу попытаться поехать поотвлекать как-то врагов, именно чтобы наши подавали по ним урон. И я очень быстро переместился через полкарты и заехал врагу в корму. Как видите, это не составляет абсолютно никаких проблем. Действительно можно это делать, ну просто постоянно. Ну я как бы немножечко все-таки получаю урон. Я понимаю, что как бы можно теперь уезжать. Немного поотвлекали ИСа. Это очень важный момент. Как видите, на ходу тоже танк стреляет, ну просто шикарно. Все, мы уехали просто в наглую, дали несколько выстрелов и уже переместились, уже настреливаем кваса. Забираем кваса, отлично. ИС уже не понял, как мы оказались у него с другой стороны наверняка. Но как видите, пробития действительно не хватает. С пробитием очень большие проблемы. Его отдельно стоит упомянуть, оно слабое, как и у большинства средних танков на седьмом уровне. Его часто вам будет не хватать, особенно против танков восьмого уровня. Но есть достойные голдовые подкалиберы, которые уже отлично пробивают всех противников. Ну и сейчас попробуем уже ехать добирать врагов. Здесь у нас пантера. Мы уже объехали реально с другой стороны. Перемещаемся просто молниеносно. Заходим врагу в корму. Просто, ну шикарно. Действительно, ну подвижность танка очень сильно удивляет. Так, заряжаю голду, чтобы уже наверняка пробить. Но отлетает рикошет. Вот сейчас было максимально обидно, мог бы не получить урон. Кстати, голдовые подкалиберы частенько ловят какие-то вот рикошеты от врагов. И это, ну не очень, на самом деле, приятно. Но вот такая фишка, которая у Дракулы действительно есть. АТ-8 добираем. Отлично. Помогаем своим союзникам. И на очереди у нас квас и 13-75. Тестируем точность издалека. Смотрите, разброс довольно-таки большой. Сведение долговатое. Но стабилизация все-таки это немножечко компенсирует. И вот немножечко подвигайтесь. Прицел так не сильно не расходится, как у других танков. Рикошет. Вот сейчас максимально обидно было. И это я голдой зарядил. Опять же, говорю, что рикошеты часто отлетают. Но квас уже не светится. И надо как-то, наверное, что ли ехать вперед. Вроде бы и не хочется. Ну, дуло. Союзника вылазит именно нам в прицел. И мы не попадаем по 13-75. Становлюсь на точку. Ну, нет. Наверное, хватать уже смысла нет. Надо просто ехать на врага. Сейчас стреляю на ходу. На ходу, как видите, издалека попадать. Ну, вообще нет смысла. Уже приблизился. И здесь уже можно реально постреливать. 13-75 уже остается шотненький. Попытаюсь его добрать. Надеюсь, получится. Сейчас лечу уже на всех парах. Но оставлю его на гусеницу. Как же обидно. Его добирает мой союзник. Но все равно это 3-300 дамага. Первая степень. Основной калибр. По команде просто топчик. Действительно танк удивляет. И я не могу просто настрелять на нем меньше 2000 дамага. Он очень хороший. И я очень вам советую его где-то взять, прикупить, достать. Ну и поехали еще боек. Вообще, Дракула это один из самых желанных танков в игре. И не зря. На данный момент он находится на седьмом месте по среднему проценту побед среди всех танков Блиц. Так что я уверен, что многие его хотят. А у тех, у кого он есть, я вам просто завидую. Напишите, кстати, в комментариях, как относитесь к этому танку. А мы продолжаем здесь постреливать. У нас уже точку захватывает 13-75. Нам кританули боекладку. Обязательно возите с собой ремки. Критуют БК и мехвода очень часто. Просто постоянно. Так, пытаемся развести на выстрел. Не получается. Но надо его добирать. Его добирают наши союзники. Дальше летим на всех парах. Просто заходить врагам в корму. На очереди у нас квас. Захватил он точку С. Сейчас будем пытаться его выпиливать. Аккуратненько. Стреляем на ходу. Шикардос. Отлично залетает снаряд. Так, осталось только добрать его. Он даже не успеет развернуть свою башню. Бедолага. Просто даже не понял, что произошло. На очереди Чита СПГ. Просто лечу. Лечу. Реально, пока он не развернулся. Стреляем на ходу. Шикарно. Просто шикарно стреляется. Так, ну и вот мы уже у него в корме. Рикошет отлетает просто от кормы. Вот это сейчас обидно было. Какая-то красная зона интересная такая у него там есть. Все, добираем Чита СПГ. Просто заходим врагам в корму. Ну, абсолютно безболезненно, беспрепятственно. Реально, действительно, ребята просто не успевают ничего сообразить. Все, остается у нас только Хелсинг. Сейчас будем пытаться в него уже постреливать. Он даже тоже еще не подозревает, что мы уже сзади. Опять же, стреляем на ходу. Заряжаем адреналин. И нам остается только его добрать. Отлично, добираем Хелсинга. 2 300 дамага. Воин 2 степень. Абсолютно не напрягаюсь. Действительно, очень подвижный танк. Если вам нравятся подвижные танки, то абсолютно без всяких вообще вопросов вам этот танк нужен. Ну, а теперь давайте еще посмотрим на броню. Смотрите, вот так выглядит Дракула в прицеле танков 6 уровня. Не говоря уже о 7 и 8. Полностью серый. Даже с паршивым пробитием в 125 мм пробивается в любой плоскости. Просто нереальный. Единственное, что может действительно танкануть, это маска орудия. Изредка может поймать какой-то рикошет или непробитие. Но я бы сильно тоже на это не надеялся. Иногда тоже пробивается. Так что это как бы не ультимативная здесь броня. Но в прицеле фугасных монстров, таких как КВ-2, Дракула выглядит вот так. На фугасах пробивается оно очень легко. И вас обидеть могут прямо на 1000 урона вообще без всяких проблем. Поэтому никогда не подставляйтесь под всяких фугасных монстров. Если посмотреть на схему бронирования Дракулы, то станет ясно, что практически со всех сторон танк пробивается фугасами. Единственное место, где его нельзя пробить, это вот эти вот фиолетовые экраны. И здесь их повесили, и сюда фугасы не залетят с полным уроном. А так пробивается практически везде. Это просто ужас. Броня просто отсутствует. А еще многие не знают, что у Дракулы есть интересная фишка, такая как регенератор гусеницы. Оказывается, сбитые гусеницы восстанавливаются в два раза быстрее. Тоже интересный вот такой вот факт. Ребят, ну единственное, что я могу сказать про танк, это то, что он имба. Действительно очень эффективный, нереальный какой-то танк с мега подвижностью. Очень-очень быстро он перемещается по карте. Какой-то, ну, космос просто. Мне он очень понравился. Я просто в восторге от этого танка. Очень хочу себе его на аккаунт. И если будет возможность, я его обязательно где-нибудь заберу. Ну, а с вами был Ежаня. Великолепного вам супер отличнейшего настроения. Удачных вам боев. Обязательно поставьте видосику лайк. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Оставьте какой-нибудь приятный комментарий. Ну и спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok